Во всех регионах проходят внеплановые проверки газового оборудования. В списках нарушений вопиющие случаи. Безответственность и желание сэкономить время и деньги – самые частые причины ЧП. Наш корреспондент Дмитрий Кулько решил провести эксперимент и теперь сам в шоке. В интернете полно предложений якобы легальных газовых служб, которые предлагают установить плиту, нагреватели, да что угодно. Мы обратились в одну из таких контор, чтобы поменять газовую трубу на кухне. Двое рабочих приехали исполнить смертельный номер. Без бумажной волокиты и лишнего шума. Даже стояк не перекрыли. Вы болгаркой будете прям газовую трубу пилить? Да. А она не взорвется? Она же с газом. Ничего не взорвется. За 40 лет в этой системе. Из укрытия наблюдали сотрудники МОЗГАЗа. Ловят за руку, пока дом не взлетел на воздух. Что за организация, которая работает под газом? А что подважаем? Мы подважаем, что делаем? И пойманные исполичным умельцы, как говорится, пошли в глухую несознанку. Да, вы сказали, отопление. Какое отопление? Батареи варить. Батареи варить. Никто не собирался никакой газ сделать. Печальная статистика. В прошлом году из-за взрывов бытового газа в стране каждый месяц обрушались квартиры в жилых домах. Причины схожи. То приборы установили кое-как, то все начиналось вот с такой, незаметной глазу мелочи. При работающем газовом приборе найдена была утечка газа. Мы боимся, да, конечно. Это Ставрополь. Такие же внеплановые проверки газового оборудования сейчас проходят по всей стране. Изношенные шланги, замурованная вентиляция, мины замедленного действия, вокруг которых, удивительно, жильцы порой сами держат оборону. Вот плита в Челябинской многоэтажке еще времен Брежнева. Вы ее должны в течение месяца заменить. Почему? Обязаны, не понимаю. Что, обязалов, конечно? 43 года я с ней прожил. Нет, смотрите, если... И еще пару лет на линии вот так хватит. Я вас услышал. А после меня тут хоть потоп. А вот что в таких случаях бывает дальше. Газовщиков просто не пускают в квартиру. Здравствуйте, Мосгаз. Это с Мосгазом. Сейчас штраф для жильцов за то, что не пустили проверяющих максимум 2000 рублей. Люди уезжают в длительные командировки. Тут на год, на полгода. Вот тогда их очень трудно. Иногда еще там квартиры сдаются. Нужно менять законодательство. И штрафа должна быть, наверное, и больше. Согласно жилищному кодексу, сегодня владельцы квартир должны отвечать за газовое оборудование примерно так же, как автовладельцы за свои машины. Вот, водители сами приехали на ТО. Просят проверить масло, тормозные колодки. А на своих кухнях нужно следить, чтобы газовщик раз в год проверил плиту и шланг. Самим заключать договоры на проверку с обслуживающими компаниями. Но на практике примерно каждый пятый житель не имеет такого договора. Подсчитали в Госдуме. Некоторые просто экономят 120 рублей в месяц. Я лично не плачу и многие не платят. За то, что проверяли газ? Ну да, но его и не проверяют. Кстати, к работе газовых служб не меньше вопросов. Если в столице давно существуют обходы квартир по выходным и за каждую газовщик получает премию, то вот в этой воронежской многоэтажке проверяющих в последний раз видели два года назад. Вытяжки. Будете смотреть? Да, что смотреть? Расписались и ушли. А это подмосковные мытища. Три года не было? Примерно, да. А они не боялись вот так жить? Приходили, когда они что делали? Они мазали, значит, стыки мылом, смотрели, есть пузырь или нет. Я делал то же самое. Получается, мыльный пузырь вместо системы предупреждения катастроф. Такое было в промышленности в 90-е. Газ тогда часто взрывался на предприятиях. Похожие проблемы. Одни не вызывали проверяющих, а коммерческие газовые службы не могли прорваться на объект, пока государство не взялось за жесткий контроль. Инженер по технике безопасности представляет меру своей ответственности за все это. Ну и плюс у него как раз есть тот, кто как гаишник проверяет. У него есть Ростехнадзор, который регулярно приходит, смотрит, проверяет, контролирует и так далее. Поэтому там, естественно, порядок достаточно оперативно навели. Чтобы остановить трагедии в жилых домах, эксперты требуют создать и здесь новую систему контроля. В Госдуме разработали законопроект об обязательной установке вот таких датчиков утечки газа. Но, очевидно, устройства могут позволить себе не все. Цена от 2000 рублей. Сейчас это золотая жила для мошенников. Недавно в городе Азбесте неизвестные заявились к пенсионерам и предлагали втридорого неведомые коробочки. Зашла девушка. Вот я сгоргаза. Она сказала, сколько это будет стоить. Пять с половиной тысяч. Даже когда готовишь пищу, она реагирует, на лак реагирует. Она все равно реагирует. То есть это абсолютно бесполезная коробочка. Абсолютно бесполезная. Утечка газа, искра и взрыв с пожаром. Трагедия часто разворачивается всего за несколько часов, говорят эксперты. Не допустить это может каждый из нас. Достаточно здравого смысла и элементарных правил безопасности. Дмитрий Кулько, Павел Лихолетов, Денис Овчаров, Юлия Ходорова, Анна Хига и Андрей Маслихов. Первый канал. Первый канал. Первый канал.